Микроконтроллер, микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит АЗУ и ПЗУ. По сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи. Отличается от микропроцессора интегрированными в микросхему устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными устройствами. История с появлением однокристальных микроэввом связывает начало эры массового применения компьютерной автоматизации в области управления. По-видимому, это обстоятельство и определило термин «контроллер» в связи со спадом отечественного производства и возросшим импортом техники, в том числе и вычислительный. Термин «микроконтроллер» вытеснил из употребления ранее использовавшийся термин «однокристальная микроэввем». Первый патент на однокристальную микроэввем был выдан в 1971 году инженером М. Кочерину и Гебуну, сотрудником американской Техас Инструментес. Именно они предложили на одном кристалле разместить не только процессор, но и память с устройствами ввода-вывода. В 1976 году американская фирма Intel выпускает микроконтроллер 8048. В 1978 году фирма Motorola выпустила свой первый микроконтроллер MSC6801, совместимый по системе команд с выпущенным ранее микропроцессором MSC6800. Через четырех года в 1980 году Intel выпускает следующий микроконтроллер – E8051. Удачный набор периферийных устройств, возможность гибкого выбора внешней или внутренней программной памяти и приемлемая цена обеспечили этому микроконтроллеру успех на рынке. С точки зрения технологии микроконтроллер E8051 являлся для своего времени очень сложным изделием. В кристалле было использовано 128 тысяч транзисторов, что в четыре раза превышало количество транзисторов 16-разрядно микропроцессорий E8086. На сегодняшний день существует более 200 модификаций микроконтроллеров, совместимых с E8051, выпускаемых двумя десятками компаний, и большое количество микроконтроллеров других типов. Популярностью у разработчиков пользуются 8-битные микроконтроллеры PIC фирмы Microchip Technology и AVR фирмы от MIL, 16-битные MSP430 фирмы TI, а также 32-битные микроконтроллеры архитектуры ARM, которую разрабатывает фирма ARM Limited и продает лицензии другим фирмам для их производства. Несмотря на популярность в России микроконтроллеров, упомянутых выше, по данным Gartner Grappa 2009 года мировой рейтинг по объему продаж выглядит иначе. Первое место с большим отрывом занимает Renesas Electronics, на втором Freescale, на третьем Samsung, затем идут микрочипы TI, далее все остальные. В СССР ввелись разработки оригинальных микроконтроллеров, также осваивался выпуск клонов наиболее удачных зарубежных образцов. В 1979 году в СССР не и ТТ разработали однокристальную 16-разрядную EVM к 1801 V1 микроархитектура, которая получила название Electronic Ense. Описание. При проектировании микроконтроллеров приходится соблюдать компромисс между размерами и стоимостью с одной стороны и гибкостью и производительностью, с другой. Для разных приложений оптимальное соотношение этих и других параметров может различаться очень сильно. Поэтому существует огромное количество типов микроконтроллеров, отличающихся архитектурой и процессорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором периферийных устройств, типом корпуса и ТД. В отличие от обычных компьютерных микропроцессоров, в микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура памяти, то есть раздельное хранение данных и команд в ОЗУ и по ЗУ соответственно. Кроме ОЗУ, микроконтроллер может иметь встроенную энергонезависимую память для хранения программы данных. Многие модели контроллеров вообще не имеют шин для подключения внешней памяти. Наиболее дешевые типы памяти допускают лишь однократную запись, либо хранимая программа записывается в кристалл на этапе изготовления. Такие устройства подходят для массового производства в тех случаях, когда программа контроллера не будет обновляться. Другие модификации контроллеров обладают возможностью многократной перезаписи программы в энергонезависимой памяти. Неполный список периферийных устройств, которые могут использоваться в микроконтроллерах, включает в себя универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на ввод так и на вывод. Различные интерфейсы ввода-вывода, такие, как UART и в квадрате CSPI, CEN, USB-AE1394, Ethernet, аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи, компараторы, широтные импульсные модуляторы, таймеры, контроллеры без коллекторных двигателей. В том числе шаговых контроллеры дисплеев и клавиатур, радиочастотные приемники и передатчики. Массивы встроенной флеш-памяти, встроенный тактовый генератор и сторожевой таймер. Ограничение по цене и энергопотреблению ограничивает тактовую частоту контроллеров. Хотя производители стремятся обеспечить работу своих изделий на высоких частотах, они в то же время предоставляют заказчикам выбор. Выпускаем модификации, рассчитанные на разные частоты и напряжение питания. Во многих моделях микроконтроллеров используется статическая память для ОЗУ и внутренних регистров. Это дает контроллеру возможность работать на меньших частотах и даже не терять данные при полной остановке тактового генератора. Часто предусмотрены различные режимы энергосбережения, в которых отключается часть периферийных устройств и вычислительный модуль. Известные семейства MCS-51, MSP-430, ERM-ST Microelectronics, STM-32, ERM-Based Macus, Atmil, Cortecos, ERM-7 и ERM-9, Based Macus, Техас инструменты, Stellaris Macus, NXP и ERM-Based LPC Macus, Toshiba и ERM-Based Macus, Аналог девизиза и ERM-7, Based Macus, Серрословочек и ERM-7, Based Macus, Рескейл семикондукторы и ERM-9, Based Macus и VR от Мига, Отсиние с Мига, PIC, STM-8, с 8051 F34X, ARL-78, применение, использование в современном микроконтроллере достаточного мощного вычислительного устройства с широкими возможностями, построенного на одной микросхеме вместо целого набора, значительно снижает размеры, энергопотребление и стоимость построенных на его базе устройств, используется в управлении различными устройствами и их отдельными блоками, В вычислительной технике, материнские платы, контроллеры дисководов, жестких и гибких дисков, SED и DVD, калькуляторах, электронике и разнообразных устройствах бытовой техники, в которой используются электронные системы управления, стиральных машинах, микроволновых пищах, посудомаечных машинах, телефонах и современных приборах, различных роботах, системах «Умный дом» и «ДР» в промышленности, Устройства промышленной автоматики от программируемого реле и встраиваемых систем до ПЛК, систем управления станками, в то время как 8-разрядные микропроцессоры общего назначения полностью вытеснены более производительными моделями, 8-разрядные микроконтроллеры продолжают широко использоваться. Это объясняется тем, что существует большое количество применений, в которых не требуется высокая производительность, но важна низкая стоимость. В то же время, есть микроконтроллеры, обладающие большими вычислительными возможностями, например, цифровые сигнальные процессоры, применяющиеся для обработки большого потока данных в реальном времени. Программирование Программирование микроконтроллеров обычно осуществляется на языке Ассемблера или СИД, хотя существуют компиляторы для других языков, например, Порты Бесика используются также встроенные интерпретаторы Бесика, известные компиляторы СИД для МК, GNU Компиллер Коллекшн поддерживает ИРМ, ИВР, МСП 430 и многие другие архитектуры. С МОДИВИСЦИ Компиллер поддерживает множество архитектур. КДИВИЖЕНОВР, ИЕР, УИНАВР, КИАЛ, ХАЙЧ, известные компиляторы Бесика для МК, Микробасик, Баском, Фаставр, Пикбасик, СВОРТФИШ. Для отладки программ используются программные симуляторы, внутрисхемные эмуляторы и отладочный интерфейс, например, GTIG.